итак дорогие друзья всем доброе утро доброе добрейше утро и мы продолжаем изучать мишли притчи царя салмона продолжаем их изучать очень серьезно и в инстаграме и в фейсбуке у нас сейчас одновременно идет два эфира и в инстаграме и фейсбуке потому что каждый человек он где привык там он обычно и воспринимает информацию а так как у нас цель распространять свет торы его максимально то мы будем его проводить и в инстаграме и фейсбуке и в с божьей помощью в ютюбе кстати если кто-то хочет если кто-то хочет участвовать в распространении торы вот если нас яков шатадин можно прям взять сделать посвятить урок например какому-то хорошему делу посвятить урок кому-то из своих там кто заболел не дай бог или кто уже умер им нужны вот эти вот духовные заслуги и можно можно именно сделать каждый урок например любой урок можно взять за то можно посчитать за какие-то деньги там 10 20 30 100 долларов его увидит намного больше людей чем если просто вот так прямом эфире вот можно это сделать очень хорошая вещь полезная нужно и будем партнерами в распространении торы хорошо дорогие друзья значит сейчас мы находимся а сегодня рожходыш рожходыш начинается месяц тамуз и в как раз мы говорили сейчас аллель аллель и там есть аллель это как а часть молитвы которую говорят только в праздничные дни каждый месяц когда начинается новая луна новый месяц говорят вот этот сокращенный вот этот аллель молитва специальная это как прославление переводится аллель это прославление и там есть такие слова и и аллилу эташем коль гоим будут прославлять бога все народы шапхуху коллиумим будут его прославлять все люмим ли ума лиум это то что мы учили это объединенные одной верой то есть гоим народы это объединенные одной генетикой а аллиумим объединенные одной верой например американцы они леум то есть они они верят что они американцы да а например там например какая-нибудь национальная страна вот украина да это не леум это это народ народ украинский народ украина понятно да идея теперь значит так сказано в этом аллеле это из псалмов давида что будут прославлять бога все народы шапху коллиумим будут ему воздавать воздавать прославлять его все все вот эти вот народности и говор олейну хоздо так как это говорил царь давид который являлся царем народа израиля который народ священников потому что он говор олейну хоздо что он свое милосердие на нас прям обрушил да ки эмет ашем леолам потому что истина бог навечно аллилуйя прославим бога вот так вот если такие слова поэтому мы распространяя тору мы приближаем приход машеха машех это когда вот мир дойдет до определенного следующего уровня в развитии то его как бы его тизером да есть такое тизер это трейлер трейлером да трейлером то есть тот кто объявит тот кто расскажет тот кто является знаком и символом вот этого перехода на следующий уровень является машех мессия на русском языке его называют машех это его произношение в оригинале это тот кто будет из рода царя давида и он но как как проявится как царь народа израиля построит третий храм и будет тогда все великолепно надеюсь что мы это увидим и приблизим его приход хорошо теперь и значит изучая тору мы в этот момент соединяемся со всевышним с богом со светом божественным и когда мы начинаем действовать исходя из торы мы значит мир вокруг себя преобразовываем и освещаем и так мишлей притчи царя соломона 5 5 отрывок 17 глава звучит это так лоек лираж хэрэф асеу самаях ли эйд лойна кэ значит лоек лираж это тот кто насмехается над бедным хэрэф асеу он позорит творца тот кто насмехается над бедным позорит бога представляете какой кошмар и многие люди этого не понимают не знают и вот так вот они делаю делают потом бах и оказывается что они зашли в какой-то тупик как знаете компьютерная игра делаешь неправильные действия бах провалился и исчез значит лоек лираж хэрэф асеу тот кто насмехается над бедным он делает позор богу самаях ли эйд лойна кэ тот кто злорадный и злорадствует над несчастьями других людей а не из бегнет лэн ак не очистится дословно переводится значит давайте разберемся как что это значит и как это работает вот смотрите значит мы уже знаем что все мироздание все в этом мире сотворил бог значит бог сотворил мироздание он сотворил вот не было ничего был только бог на бог непостижим поэтому бог он первопричина причина всего у него нет причины то есть он поэтому называется Бог, то есть Бог это первопричина, причина всего, непостижимый, неописуемый, невоспринимаемый, а тот, кто создал мироздание, то есть как мы можем вообще даже подумать о том, кто создал мироздание, все законы мироздания, вся вселенная и так далее и дает всему этому жизнь. То есть понятное дело, что мы не можем даже представить и описать Бога, да? Теперь, но мироздание, которое он создал, это он же создал это мироздание, и он, все мироздание, это называется элоким, всесильный, то есть он создал все силы, все законы, и он этими всеми законами управляет, и Бог-творец, который сотворил все мироздание, он, естественно, так как это его система, он может заходить, делать чудеса, что-то там менять. Теперь, раз он сделал мироздание, и элоким всесильный, да, вот его вот это вот обозначение, как, это то же самое, что числовое значение, как слово отева, природа, то есть когда говорят вселенная, природа и так далее, подразумевая Бога, то имеется в виду то, что Бог уже сотворил, его законы, но есть Бог, который творец, который это все сотворил, то есть есть еще Бог, который все вот это вот мироздание сотворил. Теперь смотрите, что получается Раз он в этом мире сделал бедных, богатых, больных, здоровых, черных, белых, желтых и так далее Значит у него были на то основания То есть есть этот мир, он очень устроен, очень мудро, умно И как бы все работает То есть хорошо, плохо, но работает Мир работает, весна, лето, осень, зима Еды хватает, значит все отлично Тюлени есть, киты есть Все, все в мире подготовлено Цветочки разные, миллионы видов растений, миллионы видов животных Теперь есть в этом мире бедные Зачем есть бедные? Мы не знаем То есть у человека есть его биоскафандр Есть биоскафандр, это его тело Есть душа, есть интеллект человека И он проходит жизненный путь для того, чтобы приблизиться к Богу И для того, чтобы выполнить свой духовный потенциал Теперь есть какой-то человек, который в данный момент находится в финансовом положении не очень хорошим Во-первых, мы не знаем причины, мы не знаем, что у него на душе Мы не знаем, как, мы не знаем, почему Ничего этого человек не знает Но он должен понимать, что есть стора, которая говорит, бедному надо помочь Не можешь помочь материально, пожалей его, жалко То есть когда человек проявляет милосердие, та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба Теперь если человек, он смеется, насмехается над бедным То он насмехается над тем, кто создал всю эту систему И он этим, естественно, себе вредит Теперь вторая часть отрывка А тот, кто смеется, то есть он злорадный такой А, так ему и надо и так далее Он от этого не очистится То есть есть в любом преступлении И в любой заповеди есть полутона Есть полутона в преступлении Это намерение человека Например, один украл, чтобы покормить больную мать Это Бог на небе учитывается И он, когда шел воровать, он говорит Ну не могу я, ну не знаю Понимаю, что плохо, все Но мать умирает, не могу Что мне делать? Другой идет воровать И у него все есть А он идет воровать, чтобы сделать тому, у кого он ворует, плохо Разная абсолютно мера преступления Теперь тот, кто насмехается просто над бедным Это одно Он насмехается над создателем Он не понимает, что все в этом мире устроено мудро Правильно и конкретно Если ты что-то не понимаешь, то не понимаешь Но тот, кто злорадствует, он не очистится То есть тот, кто говорил, так тебе и надо То это уже другая мера То есть та мера, которую человек меряет, меряет ему И с неба тогда, не то чтобы его судят с неба То есть суд, это причинно-следственная связь Ты делаешь поступок, ты думаешь мысль Ты делаешь какое-то движение И это не суд Это как бы оценка И ты создаешь сам Создаешь следствие, которое на тебя возвращается На небе, на Востоте это называется карма Что ты создаешь некую программу Которая потом на тебя же возвращает Вот этот вот божественный свет и реальность На этот отрывок есть очень хорошее одно объяснение В Талмуде разбирается смеющийся над бедным Позорит творца его Там рассказывается этот пасук Отрывок приводится как объяснение Есть одно место, когда два мудреца зашли на кладбище Зашли на кладбище И они говорили слова Торы А второй говорит Слушай, мы не можем на кладбище говорить слова Торы Потому что мы лежат мертвые здесь И они не могут уже выполнять заповеди И мы как будто бы над ними насмехаемся Еще сейчас я вспомнил еще один момент в Талмуде О том, как надо быть аккуратным в словах и в насмешках Есть история такая в трактате Бабамицея Про раби Иуда Анаси Раби Иуда Анаси он был величайший мудрец Который был невероятно на уровне Ну то есть он был раби Иуда Анаси Глава еврейского народа И как-то у него начались страдания дети Он так страдал, болел Говорят, что у него были то ли камни в почках То ли какая-то болезнь Что он орал от боли Просто не мог выдержать И спрашивает Талмуд А за что он же такой великий цадик Такой большой он праведник И почему же он так страдал и мучился И Талмуд говорит Как-то он во дворе стоял И значит Увидел как теленочек Теленок, маленький бычок Убегает от Шохита Шохит это тот, кто делает ему щиту Режет его на мясо И этот теленок подбежал к нему И в нему морду засунул ему в плащ Вот так вот, ну хотел спрятаться И Сказал Раби Иуда Анаси Куда ты убегаешь? Леках на царта Для этого ты был создан Чтобы тебя съели То есть он ему значит Говорит, ты для этого был создан То есть ты, это как бы Вот такая реальность И за то, что он сказал теленку Вот он проявил, можно сказать, жестокость Хотя он был по закону, он был прав, да Теленок был создан для того, чтобы его съели И так далее Это его как бы жизненное предназначение Но из-за того, что он проявил жестокость Он заболел на его уровне Это было Следствием этого были годы страданий Потом он выздоровел Спрашивают его Талмуд опять спрашивает А почему он выздоровел? И говорится, что У него в доме убирала служанка И она нашла маленьких крысят То есть была крыса Маленькие мышонки такие И она хотела их убить А он говорит Стой, говорит Вообще не трогай Потому что написано в псалмах Царь Давид сказал Верахамав Милосердие его Алькольмаасав На все его создания Милосердие Бога На все его создания И в этот момент он выздоровел То есть на его уровне Высочайшем уровне Раби Иуда Наси Который был Своей мыслью Из-за того, что он постоянно изучал Тору И он был на высочайшем духовном уровне Каждая его мысль Приводила к изменениям В его физическом состоянии Мы, естественно, находимся Не на таком уровне Но вот буквально Вчера вышла Статья на портале Пять сфер Это тоже портал Похоже на Вейкра Только он говорит Просто о развитии А не о духовном развитии Там вышла статья Одной женщины-врача Которая Описывала Там исследования Что Что рак И там все Все плохие болезни Это следствие Следствие Эмоциональных Негативных состояний Обиды Обидчивые люди Которые обижаются Там Завистливые И так далее То есть Уже доказана взаимосвязь Между тем Что человек Эмоционально Производит зло И тем Что он потом болеет Понимаете Это очень Такая Интересная связь Но мы об этом И так знаем Кто смеется над бедным Позорит творца Опасно Не смейтесь над бедными Кто злорадный Тот не избегнет кары То есть Тот кто говорит Так тебе и надо Так тебе и надо Тот Значит Тот не избегнет кары На вот эти вот вопросы Таких людей Крушинских Которые Откуда у Ротшильдов Треть планеты денег То деньги Ротшильдов Никто не считал А есть много сумасшедших Мы вчера учили Четвертый отрывок Что злодей Он слушает Уста Слушает речи Греховные Тех людей Которые сеют зло И Те кто хотят Сами Ложь Написано Тот кто слушает ложь Он прислушивается Обычно к словам Насильника Так вот все истории О Ротшильдах О тем что евреи Там богатые Забирают деньги И так Эти все истории Распространяют Грабители Которые хотят Эти деньги забрать Потому что просто Прийти забрать нельзя А вот именно Сказать что Он украл Я у него заберу Можно Просто сказать Я неудачник Бездельник И ничего не делаю В жизни Сложно А сказать что У меня Ротшильды Деньги забрали И работы у меня нет Потому что Ротшильды Деньги забрали Так это Это конечно Можно Теперь Дальше Значит Еще раз Кто смеется Над бедным Тот позорит Творца Злорадный Не избегнет Кары Это нам сказал Царь Соломон Это Тора Можно верить Можно не верить Можно испытывать Можно не испытывать Можно поверить И просто остерегаться А можно проводить Опыты Например Попробуйте В течение В течение Ближайшего Месяца Желать Всем зла Смеяться Над бедными И посмотрите На результат Давайте Если кто не верит Можете Проэкспериментировать И потом написать У тебя весь месяц Сходил Насмехался Над бедными Прямо ежедневно И значит Злорадствовал И мы увидим Тогда Что с вами будет Я например Верю Царю Соломону Верю Торе И верю Что тот Кто злорадный Не избегнет Кары Все Теперь Следующий отрывок Следующий отрывок Шестой отрывок Он как раз Удачно попал Вот сейчас Многие праздновали Праздник Который назвали День Отца И Царь Соломон Три тысячи лет назад В 17 главе В 6 отрывке Писал следующее Атерет стеним Вне баним Он говорил так Корона Для стариков Это сыновья Сыновей То есть Внути Веттиферет баним И великолепие Тиферет Это великолепие Отцов И великолепие Детей Веттиферет баним Великолепие Сыновей А вот там Их отцы Прямо Реально Можно было бы В День Отца Этот отрывок Написать везде Было бы красиво Значит Корона Старцев Сыновья Сыновей И Великолепие Сыновей Их отцы Значит Здесь нам Царь Соломон Дает Дает Такие Жизненные Ориентиры Что важно Что важно И как эту Важность Мерить Человек Живет в этом Мире Он живет В этом Мире По В принципе По Двум По двум Главным Векторам Один вектор Называется Что я хочу Второй вектор Называется Что я должен Исходя из той Системы В которую Я верю То есть Есть Человек Например У каждого Человека Есть его Желание Причем Желание Человека Те которые Изучают Тору Знают Что желание Человека Продиктовано Его животным Началом То есть Оно Очень Мощное Сильное Есть Инстинкты Хочу кушать Есть Инстинкты Хочу размножаться Есть Инстинкты Хочу забрать Все что вижу Есть Вот такое Животные Инстинкты У человека внутри есть такое внутреннее животное, внутренняя корова. Теперь дальше у человека есть интеллект, в который загружается некая система правил, как надо действовать. У обычных людей, как у обычных людей, все люди обычные, но большинство людей, они действуют по стандартной системе, это называется нормальные люди, то есть они правила поведения получают из школы, из института, а потом из СМИ. Вот день отца, они празднуют, а 17 глава притчи царя Соломона, ну как-то нам не сказали, что это важно. И вот они, значит, объявили, что день отца, они все давай сфотографироваться с отцами. Понятно, да? Теперь вот у обычного человека он старается подогнать идеологию под свое хочу, и он очень любит идеологию, которая ему разрешает делать то, что он хочет, как очень удачно, те люди, которые хотели грабить, им очень удачно повезло с коммунизмом, да? Потому что коммунизм, он оправдал их желание грабить, потому что весь мир насилия мы разрушим, у богатых заберем, землю крестьянам, фабрике рабочим, море морякам, все, все, всех заберем, и, значит, потом будем радоваться. Но радоваться не получилось, потому что, когда ты находишься в компании грабителей, то в этой компании грабителей самые сильные грабители, они же потом всех остальных призанут. То есть, и так и получилось, что когда все ограбили, то все осталось в руках у коммунистической партии, которая никому ничего не дала, так по щепоточкам выдавала и заставляла, заставляла всех работать. Потому что, если ты не работал, то ты назывался тунеядец, а раз ты тунеядец, ты будешь сидеть в тюрьме. То есть, это такое узаконенное рабство. И получалось так, что страна вот такая, узаконенное рабство, а идеологию дали всем в виде песни. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек, да. Все, значит, и все, вот видите, так устроен мир. Людям вкачивают в голову какую-то идеологию, потом эта идеология, они в ней живут. Теперь, это было предисловие. Это было предисловие. Теперь, значит, шестой отрывок. Атерет скиним бнейбаним. Великолепие стариков, сыновья сыновей. И великолепие сыновей их отцы. Значит, для мужчины очень затруднительно и тяжело. Было, особенно в те времена, было и в наше время еще сложнее. Да, в наше время еще сложнее. Семья – это огромный труд. Воспитать сыновей – это огромный труд. Воспитать сыновей так, чтобы они потом родили сыновей, и вся эта система относилась к тебе с уважением – это еще более огромный труд, требующий реально такой системности, сосредоточенности. На Востоке, например, да, кавказские народы, восточные народы, у них эта система, она держится, такая жесткая система о том, что есть сыновья, которые уважают отца, есть внуки, которые уважают отца. И я вспомнил сейчас систему такую, знаете, интересную про семейные отношения. Я эту историю читал в книге Рававадия Исефа «Комментарии на Пертеевод». И там была рассказана такая история, что как-то в Вавилоне, как-то в Вавилоне один отец, он решил не соблюдать Тору, да, он решил, а какая разница, Тора мне не указка. А в Торе написано прямым текстом, значит, есть заповедь почитать родителей, есть заповедь бояться родителей, то есть не спорить с ними, именно бояться. Есть заповедь почитать это, за ними ухаживать, делать им добро, добро кормить, поить, ухаживать. Значит, есть заповедь Лиф Нейсейва «Токум Вадарат Нейзакэн». Есть заповедь, это заповедь из Торы, это Бог сказал, вставать перед старик старцем и оказывать почет Закэну старцу, просто даже старцу, не обязательно это твой отец или дедушка, просто по старому человеку. То есть Тора очень четко нам говорит, что нужно уважать старцев и седину. Теперь этот человек, он стянул себя. Зачем? И он своего отца выгнал на улицу. Его отец в то время не было никаких там пенсий и так далее. И, значит, его отец сидит среди бедных, просит милостыню. Ходят добрые люди, которые изучали предыдущий отрывок. Они не смеются над бедными. Они знают, что тздока спасают от смерти. И они помогали его отцу тоже. И, значит, отец его сидит на улице среди бедных. Внук этого отца, значит, сын этого, кто его выгнал, идет по улице. Идет по улице. И дедушка ему говорит, о, говорит, слушай, холодно. Пойди к папе хотя бы полотенце, не полотенце, одеяло мне. Принеси какую-то теплую одежду. Он приходит домой, внук, и говорит папе, папа, говорит, дед сидит там на улице, холодно ему, дай ему одеяло какое-то, есть теплая одежда. Папа говорит, есть, ладно, говорит, иди на чердак, там лежит одеяло старое, вот отнеси ему. Он полез на чердак, долго его нету. Он ему говорит, а что ты там долго так возишься? Он говорит, а я его напополам режу. Он говорит, что ты жадный такой, половину что ли? Отдай целое одеяло ему. Он говорит, нет, секундочку, я сейчас половину ему отнесу, а половину я оставлю, когда я тебя на улицу выгоню, я тебе его отдам. И этот отец вот такой остановился и думает, вот это да, вот это я попал, он думает. А все, все же возвращается. Все возвращается, все в этом мире, мы же учили уже, да, как законы, та мера, которую человек меряет, меряют ему. И он тогда что сделал? Он побежал, папу вернул в дом и понял, что не зря Бог сказал, почитая родителей, что это Тора, это законы, по которым мир может существовать. Мир не может существовать по законам, когда мужчины женятся с мужчинами, не будет детей. Мир не может существовать, если дети не уважают родителей, потому что тогда не будут родители рожать детей. Потому что если они знать будут, что не уважают родителей, как они могут рожать детей, чтобы их потом вытянули на улицу. То есть вся система Тора, она нам дает, как правильно жить в этом мире, как пройти путь. Но она идет против внутренних желаний человека, потому что человек все время стремится как корова, где полегче, где попроще, где не надо напрягаться и так далее. Теперь, как проверить, что система работает? Это великолепие, венец стариков, это их внуки. Если ты увидел своих внуков, тогда все, у тебя все нормально. Считается заповедь «платитесь и размножайтесь» выполненной, если у человека есть сын, дочка, у которых есть дети. Есть, которые говорят, что должно быть два сына, но считается выполненной только, когда родились уже внуки. То есть до момента, пока внуки не родились, ты не можешь сказать, что ты выполнил заповедь «платитесь и размножайтесь». Теперь, а для сыновей, что важно? А для сыновей важно, чтобы их отцы были в эмоцахен... То есть, как говорится про человека, который действительно Бог им доволен. Каждый человек, что люди им довольны, Бог им доволен. То есть, это значит, что если папа делает много добра, если папа, он уважаем в обществе, а кто уважаем, тот, кто уважает других. То есть, если папа, он ведет себя по торе правильно, почитает своих родителей, выполняет все заповеди, помогает людям, то это передается сыновьям, и это то, чем сыновья могут гордиться. А для папы является вот этим точкой, что он все делал правильно. Если у его сыновей родились сыновья, вот тогда он все делал правильно. И, к сожалению, я могу сказать на примере, например, своей семьи, что у нас в семье было, там, два поколения назад, когда папа женился на моей маме. Он говорит, я шел по Харькову и говорил, здрасте, здрасте, каждый второй, это был родственник моей мамы, были огромные семьи. К сожалению, все они отошли от торы, и, к сожалению, на сегодняшний день, когда человек отходит от торы, для него дети становятся обузой. То есть для него дети становятся, ой, это головняк, я не могу делать то, что я хочу, я должен вкладывать своих детей, как это так? То есть как только он сбрасывает с себя ярмо торы, он тут же сбрасывает с себя ярмо детей и семьи, потому что смысл тогда в семье. И, в принципе, человек, который не может контролировать себя, то он не может, естественно, напрягаться, а семья это напряжение, дети это напряжение, вся жизнь это напряжение. Но большинство людей, которые сбросили с себя ярмо торы, то есть заповеди, они потом сбрасывают с себя все остальное, и, как следствие, второе, третье поколение, до четвертого поколения, написано, Бог наказывает тех, кто отошел от торы, до четвертого поколения. Почему? Написано, буду наказывать детей за грехи отцов до третьего, четвертого поколения. А потому что пятого не будет. Пятого не будет, когда евреи отходят от торы, или когда любая страна отходит от торы, или любой народ, когда отходит от торы, то тогда третьего, четвертого поколения не будет. Особенно в наше время все. То есть free child, свободный от детей, общество набирает силу. Значит, второе, это кто? Гомосексуалисты, ЛГУ. Уже месяц, раньше был хоть парад один, сейчас месяц уже объявили этих сексуальных. Они раньше были меньшинства, но они стремятся к тому, чтобы стать большинствами. И, значит, скоро будет год сексуальных меньшинств, и после этого никого не останется, потому что сексуальные меньшинства, они не размножаются. Как только они станут большинствами, все, на этом закончилась европейская цивилизация, закончилась. И, значит, сейчас уже в Америке пошло, что черные жизни имеют значение, а белые жизни значения не имеют. Значит, скоро мир будет, гомосексуалисты, не дай бог, так не будет, конечно. Но есть такое движение. Все, дорогие друзья, давайте подведем итог. Давайте подведем итог. Мы сегодня изучили первое, что нельзя смеяться над бедными, и нельзя злорадствовать вообще ни над тем, все возвращается. И второе, что проверкой, насколько человек, он действительно долгосрочно правильно живет, является его семейная жизнь. И мы должны, мы просто обязаны для себя понять. Во-первых, человек должен жениться в любом возрасте, поторе. И почему, почему люди этого не делают, просто считают, что это головняк, не хотят напрягаться. И человек должен напрягаться, конкретно должен напрягаться. Иначе у него, если он все время ищет, где полегче, то в итоге будет длинное, долгое напряжение. Все, спасибо, до свидания, удачи, успехов, всем хорошего месяца и прекрасного дня. Все, всем пока.